Спорт-ФМ. 100% хоккея. С 17-летнего периода завоевывает золотые медали. И где сборная России это делает? А делает это сборная России в Канаде. 72-й чемпионат мира по хоккею шайбы, который проходил в двух городах в Канаде, в Галифаксе и Квебеке со 2 по 18 мая, как раз-таки вот там и вершилась история. Ну вот 93-й год для нас стал последним, когда мы завоевали золотые медали. И 15 лет сборная России не завоевала эти самые золотые медали. Ну а кстати, это был первый финальный турнир в неевропейской стране с 1962 года. Напомню, тогда в 62-м году турнир проходил в Колорадо Спрингс. Это было в США. Ну а еще турнир был приурочен к 100-летию ИХФ и к 400-летию Квебека, что и повлияло, собственно говоря, на решение ИХФ провести чемпионат мира именно на родине хоккея в Канаде. Наша группа попала в такая, ну наша сборная попала в подгруппу Д, где помимо нашей команды были чехи, датчане и итальянцы. Мы победили во всех матчах. Единственное, понятно, тяжелее всего пришлось нам в матче против сборной Чехии, потому как победили мы лишь только в овертайме. 5-4. Далее победили датчан и итальянцев. Соответственно, 4-1 и 7-1. Ну вот интересные вещи происходили уже на групповом этапе, собственно, когда у нас вдруг возникли проблемы с вратарями. А что возникло и что в итоге получилось, об этом рассказывает мой коллега Арт... А, ну вот так вот, естественно, сейчас об этом мы обязательно поговорим. Ну и, собственно говоря, действительно такой интересный момент у нас там был именно с вратарями. Почему? Потому что возникла непредвиденная ситуация. Нам даже пришлось звонить, собственно говоря, в разные города и разыскивать хоккейных вратарей для того, чтобы они могли вести полноценный тренировочный процесс. И это тоже стало действительно проблемой. Ну и что? Наш коллега Артем Дроздов сейчас расскажет во всех подробностях, что же произошло с вратарями. Артем, добрый тебе день. Володь, привет тебе еще раз. Здравствуйте, дорогие друзья. На самом деле, быстренько, это, конечно же, главное спортивное событие в моей жизни, чемпионат мира 2008 года, который я посетил лично. Я несказанно благодарен всем начальникам по каналу спорт, руководителям, которые меня туда, в принципе, отправили. Знаешь, там ситуация была, я ее люблю рассказывать, когда речь заходит о, знаешь, там, втором вратаре, о третьем вратаре. Всегда все возны, и неважно, там, значит, берем, ну, просто так, не просто так, все, все члены сборной, это боевые единицы. Ну, так вот, там Семен Морлан получил травму перед чемпионатом мира, там, на разменке. И во втором матче Александр Еременко сломал. Так вот, там случилась очень интересная история. Выясняли, в итоге, Александр Еременко отправили, ну, на, естественно, в больницу. Что же там с ним случилось, что произошло, и когда окончательно стало ясно, Наталья Кларк, как раз моя коллега, приехала с тренировки, говорит, все, Саш выбыл до конца, что делать, никто ничего не знает. И, опять же, знаешь, в этой ситуации, понятно, там, Сан-Хосе, все ждали приезд на Боково, Женя в итоге приехал, и действительно очень сильно помог сборной России. Но тогда случилось, что некому даже тренироваться, там, Александр Адулов, он же выступал в Пейбеке в юниорской лиге, там, какого-то мальчика нашли и занимались, он занимался на сборной России, и, знаешь, так вот, ну, тоже гордость такая небольшая есть, пришлось поработать генеральным менеджером сборной России немножечко, так, знаешь, буквально там, ну, часа полтора-два. Сразу же я вспомнил о том, что Сергей Звягин, тренер вратареи Магнитогорского металлурга, когда сезон заканчивается, он уезжает, уезжал раньше, не знаю, как сейчас. В Северную Америку. В Северную Америку, потому что у него жена как раз американка, и, насколько я понимаю, он постоянно вот в Детройте базировался. Я сразу же сказал, я говорю, Сергей Звягин должен быть в Северной Америке, а там же, понимаешь, это же Канада, Книг Бек, кого вызывать уже все в отпуске, никого не ясно, ничего не понятно, это виза оформлять, кого-то выдергивать, я говорю, Сергей Звягин точно здесь. Давайте нужно найти его контакт, и позвонить ему, ну, Сергей, великолепное человеческое качество, он никогда не откажет, он, если свободен, если все нормально, он приедет. В итоге мы с Натальей ночью по уже российскому времени, днем по канадскому, ночью, звонили в Минский Киби, узнали телефон у пресса Таше Звягина, ну, и в итоге, вы знаете, прекрасно, с тем все закончилось, Сергей Звягин, как только до него дозвонились, он тоже собрал вещи, по-моему, там у него то ли по углу уже, такой запасной с формой, то ли там, насколько я вспоминаю, какой-то там знакомый магазин, такой знакомый продавец магазина, на экипировке, в общем, он приехал, и реально, действительно, своей работой помог сборной России, в первую очередь, в тренировочном процессе. К моему глубокому сожалению, Сергей Звягин в заявку не попал, в итоге все равно золотую медаль ему вручили, и в очередной раз просто Сережа Звягин проявил великолепные человеческие качества, которыми он обладает, и вот в очередной раз, спустя, сколько это уже у нас получается, да? Восемь лет лично, вот я выражаю ему несказанную благодарность, просто как вот, ну, как корреспондент, как участник тех, не участник, а наблюдатель самой активной всех тех событий. Спасибо, спасибо, мы говорим. Артему действительно интереснейшая история, да, вот так вот началось-то для сборной России все не очень хорошо с травмами вратарей, но вот далее нашли выход из этой ситуации, ну, а вот что рассказывает один из тех героев, да, кто получил и травму в том числе, к сожалению, Александр Еременко поделился своим воспоминанием вот о том Квебеке 2008. Сначала я начинал чемпионат, на второй игре получил травму, потом меня заменили, и потом, конечно, Набоков приехал, Женька. Ну, честно сказать, я думал, что я поеду домой, но Сислав Аркадьевич оставил меня, и в итоге я получил медаль. А так, конечно, все на грани было. Мишка Бирюков хорошо сыграл. Так что это очень, честно сказать, такая была именно для вратарей драматический чемпионат мира. Да, вот так вот бывает. Ну, а мы возвращаемся, собственно говоря, к тому, что происходило и в группах, и в подгруппах. Еще раз напоминаю, что вот тогда система розыгрыша была несколько другая. Четыре группы по четыре команды. Эти две лучшие команды выходили в следующий раунд, и получалось, что в следующем встречались уже в группах по шесть команд. Ну, и, собственно говоря, сборная России, пройдя в группу Е с первого места, и на первом же месте мы закончили свое выступление в группе Е. Обыграли мы и все остальные сборные, а это сборная Швеции, Швейцарии. Единственная, у нас была проблема такая достаточно серьезная со сборной Белоруссии. Мы только лишь 4-3 по булитам смогли одолеть команду Белоруссии. Очень была тяжелая игра, очень нервная игра складывалась. Она для нас тяжело. Понятно, что и сборная Белоруссии тогда представляла все-таки собой более такую мощную команду, которая, естественно, с большим желанием вышла играть против сборной России. Конечно же, задача была обыграть. Ну, а далее начинается плей-офф. И вот здесь плей-офф, в принципе, для нашей команды он сложился просто, наверное, идеально. Итак, 1-4 финала. Россия-Швейцария. 6-0. Вообще без вариантов. Сборная России побеждает сборную Швейцарии, естественно, отправляется в полуфинал. Канадцы обыгрывают норвежцев 8-2. В общем, тоже без особых проблем. Чехия в овертайме терпит поражение от сборной Швеции 3-2. А финны в тяжелейшем матче в овертайме также побеждают сборную США 3-2. Дальше идут у нас полуфиналы. Россия побеждает в своем полуфинале сборную Финляндии 4-0. А канадцы с трудом. Очень тяжелый матч получился у сборной Канады против сборной Швеции. Обыгрывает Швецию 5-4. Таким образом, Канада и Россия выходят в финал. Что может быть интересней? Что может быть более интригующей, чем встреча в финале этих двух команд? Россия против Канады. Понятно, что в год как раз-таки столетия их АП, да? Что канадцам отдали этот чемпионат мира. Что проходил он в Северной Америке впервые с 1962 года. А ведь был момент, когда канадцы вообще отказались от участия на чемпионатах мира. И с 1970 по 79 они вообще не играли. Да, вот так вот канадцев не было. Вообще, собственно говоря, в финальных соревнованиях. И вот он, финал. Россия-Канада. Канада-Россия. Ну вот что можно было еще ждать? Ну и давайте послушаем нашего прославленного эксперта, комментатора Сергея Наильевича Гимаева, который как раз-таки работал на этом матче и вспоминал. А что же было? Что же было? И вот какие ожидания были у Сергея Наильевича Гимаева от этой финальной игры? Ну вот видите, кто-то думал, что мы фавориты, кто-то думал наоборот, что мы не совсем фавориты. Но действительно, игра эта была просто великолепная. А вот что происходило уже непосредственно перед самым, с самым началом этой встречи? Что там произошло? Почему сборной России пришлось добираться пешком до арены? Из-за чего это произошло? Мы с вами поговорим, но уже во второй части нашей программы. Еще раз напоминаю, 18 мая 2008 год, после 15-летнего перерыва, сборная России завоевывает золотые медали чемпионата мира. Начиналось, как мы шли до этого финала, и вот в день финала сборная России отправляется на игру, и вдруг где-то за километр до арены Колизей Пепси останавливает наш автобус, и вроде как дальше ехать нельзя, и надо идти пешком. А пешком идти надо аж целый километр, примерно, да, как-то вот так. Как так получилось? Почему так получилось? Но тоже, то ли это происки канадцев так насолить перед игрой против сборной России, перед финалом, то ли еще что-либо, то ли действительно вот эти все меры безопасности, которые были приняты. Так вот, Алексей Морозов вспоминает, как шли пешком до арены. Голка Вольчака вывертаем сразу перед глазами и радостные эмоции вот эти, которые сразу ощутили. Готовились к игре, мысли выкинули, даже не помню, что делал, в принципе, стандартное расписание, подготовка к игре, готовились, и все. Тяжело спалось, не засыпалось, спал, помню, что просыпался там ночью в преддверии, думал, ну вот, всегда хочется, знаете, быстрее матч начать, чтобы не переживать, не нервничать. Помню только уже саму игру и окончание игры, финал награждения. Было такое, да, мы подъехали, там кто-то, мэр города, что ли, приехал, и никого не пропускали, мы вышли и шли, ну, не километр, поменьше, но просто шли до дворца, но нам было все равно, мы своих мыслей шли, готовились к игре, и на это внимание никто не обращал. Получилось так, и пошли, чтобы это нас расстраивало. Вот, получилось, и пошли, и пошли пешком наши хоккеисты, собственно говоря, до арены, вот Алексей Морозов как раз таки об этом вспоминал. Ну, а дальше началась игра, и причем началась игра для нас просто великолепно. Первыми мы открываем счет Александр Семин с передачи Александра Овечкина и Сергея Федорова. На второй минуте первого периода делает счет 1-0. Вот такое вот быстрое начало. Ну, и, кстати, стоит отметить, что уже тогда в этом финальном матче ворота сборной России защищал Евгений Набоков, который успел приехать, потому как Сан-Хосе вылетел из плей-офф, и, собственно говоря, Набоков успел вот приехать и начал играть и выступал за нашу команду. Ну, далее свои воспоминания опять же рассказывает Александр Еременко, вратарь сборной России. Напомню, что Александр получил травму и не смог он дальше выступать за сборную России, но Вячеслав Аркадьевич Быков оставил вратаря там, в лагере сборной России. До конца он прошел весь этот путь с нашей командой. Ну, наверное, в первую очередь, что это не могли выиграть 15 лет, что это была такая первая победа. Наверное, вот это вот, то, что как бы такой был встек команды очень хороший. Ну, наверное, вообще как бы в целом, то есть очень долго шли к этой победе. И, наверное, вот это вот в памяти больше всего отложилось. Ну, конечно же, это ключевой матч с канадцами. Сначала он драматически для нас складывался, но в концовке мы все-таки вырвали эту победу именно для нашей страны. Виталий Прошкин, свои воспоминания об этом матче также своими воспоминаниями готов поделиться с нами. Вот так вот. Ну, давайте вернемся к тому, что же происходило на площадке. Итак, я уже сказал, Александр Семин на второй минуте первого периода открывает счет в этом матче. Вроде бы все нормально, но буквально через две минуты Бернс делает счет 1-1. Далее десятая минута Куниц 2-1 делает счет в этом матче. Далее Брэнд Бернс 3-1 счет он делает в этом матче. И первый период заканчивается именно таким образом. Начинается второй период и буквально вновь вторая минута Александр Семин с передачи Корнеева и Андрея Маркова сокращает отставание в счете 3-2. Казалось бы, вот сейчас переламываем ход этой встречи, но буквально в середине второго периода Дэни Хитли делает счет 4-2 в этом матче и казалось это все. Именно с таким счетом завершается период номер 2. Ну а дальше? А дальше все переворачивается в середине третьего периода. Итак, сначала Терещенко забрасывает шайбу. Это произошло на 49-й минуте. Счет становится 4-3. Далее Ковальчук, который молчал весь турнир за 5 минут до конца третьего периода сравнивает счет в этом матче. А далее был овертайм. Удаление Рика Нэша и вот та выброшенная шайба им за пределы площадки становится для Канады роковой. Илья Ковальчук в большинстве делает счет 5-4. А произошло это на 63-й минуте. Ну или на 3-й минуте овертайма. Сергей Федоров и Александр Овечкин ему в этом помогали. И забросил Ковальчук победную шайбу. А самое-то главное опять-таки мы вспоминаем очень важный момент. До этого матча до финала Илья Ковальчук просто молчал. Не было заброшенных шайб. Не было голевых передач. Не складывалась игра у Ильи Ковальчука. И вот он этот финальный матч. Ну послушаем что рассказал Сергей Нельч про Илью Ковальчука. В принципе это не лучший турнир для Ковальчука был. Да, он еще к этому времени не запросил ни одной шайбы. В целом просто уже узнали что он будет играть. Ну думали что он должен играть хорошо. Такого не было что он может стать героем. Потому что сильнейший на этой тройке был Федоров Овечкин и Семина. И действительно сильнейшая звена будет. Что ж действительно наверное это самое сильное звено. И вот это звено в итоге все-таки сказала свое веское слово. Ну и конечно же вы знаете я все-таки считаю что с одной стороны канадцы наверное сами себе все испортили. В смысле испортили? Потому что на мой взгляд Кен Хищ как слишком рано дал команду играть в своей команде на удержании счета. Он потом сам это признавал и ведь там в сборной Канады уже после завершения турнира возникли достаточно большие проблемы. Начали не то чтобы обвинять а начали просто говорить что почему и как. Зачем канадцы так рано начали для себя достаточно комфортное преимущество удерживать. Надо было бежать надо было добивать но это проблемы сборной Канады. Мы этот матч вытащили. Мы в этом матче победили. Одержали победу впервые за 15 лет. вспоминаем да 2007 год перед этим в Москве чемпионат мира проходил казалось бы все для нашей сборной. Дошли мы до полуфинала но в полуфинале оступились на сборной Финляндии. И вот Быков с Захаркиным продолжили работу со сборной. Не знаю уж учитывали они ошибки других сезонов не учитывали но вытащили этот тяжелейший матч. да очень многое здесь решило именно индивидуальное мастерство отдельно взятых игроков и это действительно сказалось на результате в целом но действительно здесь стоит отдать должное и Быкову и Захаркину вот этот тренерский тандем. Ну а далее мы продолжим уже после выпуска новостей. Реклама Мир Май Митина Жилой комплекс Мир Митина Квартиры в Москве рядом с метро от трех с половиной миллионов рублей 266 5767 Код города 495 Правильная декларация на мирмитина.ру О, Рождествено Хотите узнать секрет счастливого путешествия? Садитесь за руль комфортного и безопасного Вольво Икси 60 и вам откроются бесконечные километры ярких впечатлений и эмоций А полный привод и уникальные технологии Вольво позволят преодолеть любые дороги в поисках новых приключений Новый Вольво Икси 60 с выгодой до 100 тысяч рублей при обмене на ваш автомобиль Официальный дилер ООО Вольво Карс Мейджор 730 02 22 Код 495 Предложение ограничено Акция действует до 30 июня 2016 года Играй красиво Волей громко Чемпионат мира по хоккею В доме болельщиков Спорт-ФМ на Арбате в Хард-Рок-Кафе Трансляции матчей Розыгрыши призов и другие сюрпризы Слушай хоккей на Спорт-ФМ Смотри в Хард-Рок-Кафе 18 плюс Хамелеон Новый интернет-портал и мобильное приложение Хамелеон Уникальный видеоканал созданный специально для тебя Все интересное о чем только можно прочитать И интернет-радио Много радио На любой вкус Читай, смотри И одновременно слушай все, что актуально сейчас В любом месте и без ограничений Заходи на сайт Загружай приложение Портал Хамелеон Точка ФМ Теперь везде, где есть интернет Теперь везде, где есть ты Хамелеон Делает твой день Ярче 12 плюс Желаю поселиться В современный дом Чтобы рядом с парком И у реки Притом Кинотеатр, музей Культурная программа И из окна на город Ночная панорама Такое возможно И прямо сейчас Да, вы по адресу Каждый из вас Зиларт Жилой комплекс Арт-класса Здесь и других преимуществ Масса Ждем к себе всех Не сомневайтесь даже Новые дома Уже в продаже Застройщик группа ЛСР Проектная декларация На сайте Зиларт.ру Звоните 495-228-2288 Обошел одного Второго Бросок Гол Счет 300 тысяч В вашу пользу Легендарная Тойота Камри на уникальных условиях Только до 31 мая В Тойота Центр Левобережный Лосиный остров Рублевский Битца Каширский И Серебряный борт Звоните сейчас 151-23-73 151-23-73 Код Москвы Подробности на сайте ToyotaVC.ru При поддержке ООО Тойота Мотор Телефон рекламной службы Спорт.м 620-46-64 Код Москвы 495 Если тысячи людей Каждые выходные Рвут себе глотки Лишь бы ты лучше Делал свою работу И для полного счастья Им надо Чтобы ты два раза в году Обыграл Спартак То ты просто выходишь И обыгрываешь Этот Спартак Или умираешь В попытке Сделать это Третьего Не дано Футболист Денияр Белеледдинов За три года До перехода В Спартак Если твои СМСки стоят Дороже Чем бой Мэйвейзера Скачивай приложение Спорт.фм В свой телефон Слушай любимые Программы Отправляй сообщения Смотри Видеотрансляцию Из студии Приложение Доступно Для андроид И для Айос Спорт.фм Делаем спорт Ближе Спорт.фм Сто процентов Хоккея Еще раз всем привет Всем добрый вечер Вы на волнах Спорт.фм И сегодня мы вспоминаем 2008 год Ровно 8 лет Прошло с финала Между командами Канады и США С того момента Как мы впервые За последние 15 лет Взяли наконец-таки Золотые медали Тяжелый матч Тяжелая Собственно говоря Ситуация была Для нас И вот сборная России Побеждает Сборную Канады В финале 18 мая 2008 года Ну а мы продолжаем Вспоминать Что же было В этот день Что же интересного Происходило Что мы чувствовали После того Как счет был 2-4 Проигрывала Наша команда Ну вот Алексей Морозов Поделился Своими воспоминаниями Про этот счет Что происходило Что он думал Какие мысли были у него Нельзя так сказать Что было ощущение Мы просто не разваливались А продолжали дальше играть И никакой паники В раздевалке В перерывах У нас было Мы просто делали выводы Сконцентрированно Пытались дальше Переломить Тренерский штаб Нам свои указания То есть Что поменять Что и как И так же Наращивать темпы И так же Больше идти на ворота Ну вот Поэтому мы Играли просто Пытались дальше Продолжать Играть до последнего Свой хоккей Вот так вот Старались играть Свой хоккей Алексей Морозов Рассказал нам Про финал 2008 года Который состоялся 18 мая В Канаде И там Сборная России Впервые За последние Вот эти 15 лет Берет Золотые медали Чемпионата мира Это действительно Наверное Событие Это действительно Был праздник Потому что 15 лет Мы не видели Мы не знали Что такое Золотые медали 93 год Последнее наше золото Отдали Провал Подбирались мы К медалям золотым В финале Играли И против словаков И казалось бы Ну вот уж тут 2002 год Возьмем Нет Не взяли 2007 год В Москве Казалось бы Домашний чемпионат мира Все складывается хорошо Оступились В полуфинале На финнах Увы Выбыли И вот он 2008 И вот они Золотые медали Ну а напомню Финал-то складывался Очень-очень Не просто Для нашей команды Проигрывали мы По ходу этого матча И 1-3 И 2-4 В итоге сравняли И в овертайме Илья Ковальчук Забросил эту победную шайбу Вот что вспоминает Виталий Прошкин Про тот матч И про счеты Что происходило Вообще Как пытались Отыграться Надеялись Конечно Там верили Но я думаю Шансов Наверное Больше ставили На Казан Ну и не может быть Отставили больше Вот так вот Виталий Прошкин Вспомнил На кого ставили больше А знаете С другой стороны Ведь Помните Сергей Ильич Гимаев Только что говорил о том Что считал он Сборную России Именно фаворитом В этом матче Я имею ввиду Вот давайте еще раз Напомню 2008 год 18 мая Финал Канада Россия Финал Чемпионата мира По хоккею И Этот финал Для нас Складывается великолепно Овертайм Начинается Счет 4-4 Ковальчук Появляется на площадке Сначала Появляется на площадке Рик Нэш Который привозит Совершенно Какое-то глупое Удаление Для сборной Канады Выбрасывает он шайбу За пределы площадки Она покидает ее Безо всяких Что называется там Рикошетов И всего остального И И в это время Выходят все Самые лучшие Выходит Ковальчук Выходит Федоров Выходит Овечкин И розыгрыш Большинства И Илья Ковальчук Забрасывает Эту победную Шайбу Вот что вспоминает Сергей Наилич Гимаев Про овертайм Ну во-первых Там долго Разбирались Когда все-таки Решение было принято Показали Знаешь Он там Расстроенный И когда Увидели Что у нас Четыре нападающих Выходят Надеялись Что забьем И вот что Рассказал Алексей Золин Что же Происходило В эфире Спорт-ФМ КВБ 2008 года Весь чемпионат мира Я просто В большей степени Наблюдал За какими-то матчами Естественно Болел за сборную России Которую к тому времени Не выигрывал Уже 15 лет И Финальный матч Должен был на радио Спорт комментировать Тогда Сергей Федотов Он пригласил Туда меня Ну я не знаю Для чего Наверное Для того Чтобы Может быть Повеселиться Ну Показать силу Канадского хоккея Потому что Весь чемпионат Сергей говорил Что Канада сильнее И Вот мы пришли в эфир И В третьем периоде Что-то пошло не так До этого Все было хорошо В третьем периоде Что-то пошло не так Наши Сравняли счет И Вот Нэш Выбрасывает шайбу На трибуны А Ловертайм Илья Ковальчук Забрасывает Вот эту победную шайбу Скидывает с себя шлем Я кричу Во все горло От счастья Да Выигрывает Россия И рядом Голос Сергея Федотова Который понял Что не то проиграл спор Не то там Сила канадского хоккея Вдруг погасла Неожиданно Сказал Да Поигрывает Россию И после этого Игра же была поздна Я на радостях Побежал домой Победа была за нами Вот так вот Алексей Золин Рассказал Что же происходило На волнах Спорт.фм Что же в эфире Происходило И мне кажется Даже вот сейчас Голос у Алексея Золина Такой подсевший Потому что Он вспоминал Это Вот Это событие Видимо Вспомнил опять Гол Ильи Ковальчука В овертайме Вот этот Скинутый шлем И Алексей Наверное Перед тем Как нам это рассказать Начал кричать И вновь Правда домой Мы ему не дадим Естественно побежать Ему еще Работать надо А вот то Что голос то У него подсел Это видно Точно Пересматривал Пересматривал он Эту игру Наверное Втихаря Вот эти все Моменты Записывал Отсматривал Это было действительно Очень и очень Здорово Ну а я еще раз Напоминаю Что вспоминаем Мы сегодня с вами 2008 год 18 мая Финал Канада против России Матч за Золотые медали Чемпионата мира И собственно говоря Сборная России В тяжелейшей игре Когда наверное Уже практически До половины Команды Может быть даже Тоже И болельщики Уже не верили В то что мы Можем отыграться Это все таки Произошло А я еще раз Напоминаю Что действительно Потом уже После завершения Этого матча Прошло несколько дней Понятно И уже пошли Там разговоры Естественно Обидно было Канадцам проиграть Да еще у себя Да еще здесь В Квебеке играли Ну просто обидно Четырехсотлетие Квебека А они вот Хоп и проиграли И тогда Канадцы уже Начали говорить А в чем же Причина поражения Начали задаваться Этим вопросом И один из Тренеров Штаба Канадской сборной Крейг Мактавиш Сказал Вообще Зачем мы начали Играть на удержание По всей видимости От Кена Хичкока Была команда Дана Игрокам сборной Канады Чуть аккуратнее Играть в обороне Может быть Чуть уже Идти Играть в откат И отсюда На мой взгляд Вот эти все проблемы И возникли И Крейг Мактавиш Наверное Как раз таки Сказал об этом У нас была Такая хорошая Атакующая команда Зачем мы начали Отдавать инициативу Для меня Это было непонятно Вот это потом Просто вылезло Уже наружу И собственно говоря Вынужден был Признать это И Кен Хичкок Что не надо было Так играть Не надо было Перестраиваться Надо было продолжать Играть именно Вот в тот хоккей Который играли В первом периоде Во втором периоде Надо было идти Играть давление Но собственно говоря Это проблемы Уже непосредственно Самой сборной Канады Но ведь и у нас Возникли проблемы Между вторым И третьим периодом Опять же Мы сейчас утверждать Точно не можем Да Не присутствовали Но ведь Говорят Ситуация-то Практически вышла Из-под контроля И если бы Не Сергей Федоров И его Лидерские качества Когда он Взял практически Управление командой На себя Опять же Это все по слухам Да Никто нам не расскажет Как это было На самом деле Так вот Начал уже Непосредственно Сам Федоров Говорить Кто где должен играть Кто где должен находиться Кто где должен стоять Кто где должен Ждать передачу Расписал Говорят Сергей Федоров Все А он может Вот приходил же К нам в эфир И рассказывал Много интересных вещей Может быть Из него бы и вышел Хороший тренер Но видимо Сергей Федоров Пошел Несколько по другому пути И вот да У нас возникла Тоже эта проблема И уже здесь Решал И на скамейке В том числе Решение принимал Сергей Викторович Федоров Потому Как играть Как будем действовать Как будем сравнивать счет И что нам надо делать Вот так вот 2008 год Квебек 18 мая Сборная России Обыгрывает в финале Сборную Канады 5-4 В овертайме Илья Ковальчук Оформляет дубль Причем Ведь целый Целый турнир Ковальчук молчал Сколько негатива На него вылилось Сколько говорили Зачем его пригласили И что он уже все Отработал Отыграл И так далее И Илья Ковальчук Все-таки В финале доказал Что не зря Он в этой сборной Мы сейчас Делаем небольшую паузу Ну а далее Всем привет Всем добрый вечер Вы на волнах Спорт.фм Это программа 100% хоккей Я Владимир Дегтярев И сегодня мы Вспоминаем Что же происходило 8 лет назад Ровно 8 лет назад 18 мая 2008 года Сборная России После 15-летнего перерыва Берет золотые медали Чемпионата мира И не где-нибудь А в Канаде На родине хоккея И мы завоевываем эти медали Обыграв канадца В финале 5-4 в овертайме Давайте вспоминать Что же там было интересного Какие эмоции Испытывали игроки Комментаторы И все Кто был вокруг этого матча Алексей Морозов Про победу И Илью Ковальчука Ну конечно Все радовались Потом общей победе И Илья молодец Забил два нужных гола В финале Где-то складывалось Никто Понимаете Про это многое писал Про Илью По ходу турнира Никто в команде На это внимание не обращал А наоборот Друг друга поддерживали Подбадривали И у кого-то Шла игра У кого-то не шла Но мы делали Одно общее дело Все вместе Вот так вот Действительно Сергей Ильич Гимаев Про победную шайбу Рассказал Про то Как Илья Ковальчук Ее забросил Что было потом Мы встали с Ромой И перечитали Какие замечательные Наши хоккеисты Потому что Суперратаж Куча наших официальных Литт Напрямую Не имевших отношения К награждению Выскочили Все хотели Иметь счастье К этому Кто что Выиграли Народ радовался Илья Ковальчук Ну просто был Там Ну просто у нас Но самый крутой В жизни Репортаж был Это самое мгновение Когда Илья забил Гол В моей Комитарской Жизни Это был самый крутой момент Рома когда стал говорить У меня слезы Отпалились От того что Вот мы это сделали Действительно Вот так вот Виталий Прошкин Про победу Можно сказать что В любом случае Какие-то победы Или там Проражения Они на каждом этапе Бывают Но вот именно В тот момент Наверное Это самое важное Наверное не только Для нас Для игроков Сбором России Но для самой России Потому что После этой победы Наверное Можно сказать Пошло Как бы Дальше у нас Ну и Собственно говоря Александр Еременко Вратарь Сборной России Который получил Травму В самом начале Турнира Также вспоминает Что же было Что же было После всего этого Когда прозвучала Уже финальная Сирена Наблюдал Наблюдал я Наверху Смотрели И конечно же Уже к концовке Когда начался Вертайм И спустились вниз И там уже Конечно Выбежали на лед Снимите Остальными Игроками Ну конечно же Радость колоссальная Но это не передать Наверное словами Вот это ощущение Победы Было очень здорово Ну что ж 2008 год Канада 18 мая Финал Россия Канада Канада Россия Сборная России После 15-летнего Перерыва Забирает Золотые медали Завоевав их На родине Хоккея В Канаде 5-4 В овертайме Завершается эта встреча У нас есть Несколько минут И я хотел бы Задать вам Этот вопрос А что Запомнили вы Вот из того 2008 года Вот какие у вас Впечатления Эмоции Что вам больше всего Запомнилось 276-093-2 276-193-2 Код города Москвы 495 Номер смс Портала 5533 Начинаете со слова Спорт Пишите Звоните С удовольствием Я готов С вами Пообщаться Так что если у вас Есть какие-либо Свои воспоминания То давайте Как раз таки Об этом И нам Расскажите Александр нам пишет Приветствую вас Владимир Если вы смотрели Фильм Чемпионы Там сюжет Как раз о победе В Квбеке Фильм-то правотоподобный Или красок добавили Ну я честно говоря Не смотрел Этот фильм Поэтому не могу вам сказать Добавили там красочек Не добавили Ну понятно что в любом Фильме Если он не документальный Да художественный То наверное Можно добавить красочек А почему бы и нет Есть звонок у нас Илья Здравствуйте Да здравствуйте Илья Борисович Спартака 78 Просто я Я очень хорошо Помню этот момент На протяжении всей игры Вот это настроение Как менялось Да то есть Сначала Когда проигрывали То есть это безнадюба Какая-то Когда конечно Вот эти эмоции Ну вы понимаете Да если все как бы идет хорошо Естественно Не так это все как бы Ощущается Да вот это вот От ямы как бы Да и вот это вот Наверх просто такой Выплеск эмоций Просто я не знаю Мы там скакали С ребятами Смотрели вместе Да обнимались А где смотрели Не секрет Там где-то у друзей Или в баре Или еще где-либо У друзей Да смотрели По большому экрану Да то есть там Где-то человек 10 Было Конечно непередаваемые Тоже ощущения вообще были Хорошо Спасибо Спасибо вам Большое Вот у нас Юрий Очень интересно Ему запомнился матч Голландия-Россия Мировой финансовый кризис И избрание Обамы Вот такие воспоминания Сейчас возникли Вдруг у Юрия С хоккеем Как-то они у него Не совсем связаны Ну да ладно У каждого свои Могут быть воспоминания 2008 год Финал России Канада 18 мая И спустя 15 лет Сборная России Завоевывает эти Золотые медали Впервые с С 93-го года Это произошло И мы сегодня вспоминали Как это было Что происходило Какие эмоции Что было вокруг матча Что творилось На самом матче На стадионе Есть у нас звоночек Эммануэль Здравствуйте Алло Здравствуйте Здравствуйте Рассказывайте Хорошего эфира Ну по поводу 2008 года Это были незабываемые Впечатления Эмоции Сидели в спортбаре Большой компании Потом как обычно Ездили по Тверской В клаксоны С флагами И с радостью Решили встретить сборную Поехали в аэропорт Внуково И После За автобусом Ездили на Красную площадь Собирали автографы Фотографировались С хоккеистами Спасибо А я бы хотел уточнить Как обычно Это как Мы же вроде Первый раз За 15 лет Завоевали Золотые медали А вы говорите Как обычно Ездили по Тверской Ладно если бы это было Пятый раз подряд Золотые медали Сборной России А то у вас как-то Получилось как обычно Ха Да как обычно Выиграли золотые медали И давай гулять Да шучу я Действительно победа Это была Очень и очень Хорошая Нужная Значимая Ну и конечно же Потом Когда уже президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин Встречал наших хоккеистов Мы все помним Все пришли в цивильной одежде А Александр Овечкин Я думаю помните Пришел В тапочках Почему? Потому что у него возникли Проблемы с ногами Представляете В Кремль Все идут в костюмах В пиджаках Галстрах И Александр Овечкин В джинсах И в тапочках Ну вот так вот случилось Кстати да Тогда был Медведев Прошу прощения Но какая разница Премьер-министром был Владимир Владимирович В общем Эта встреча была Действительно Очень интересная А президентом Был действительно На тот момент Дмитрий Анатольевич Медведев Ну вот в любом случае Это все было здорово Друзья мои Я с вами прощаюсь Завтра естественно Мы возвращаемся К хоккей Уже нашему И завтра Начинается с 4 часов Следим во всех подробностях За четвертьфинальными матчами Чемпионата мира По хоккею Естественно Болеем за нашу команду Которой завтра Предстоит встречаться В четвертьфинале Против сборной Германии Всем пока Реклама Пришло время изгнать Дорогой домашний интернет Возьмите рубль И повторяйте за мной 8 800 708 тысяч 8 800 708 тысяч 8 800 708 тысяч Добрый день Компания Билайн Слушаем вас Избавиться от дорогого интернета В доме просто Если у вас есть рубль Достаточно набрать 8 800 708 тысяч И оставить заявку На подключение Домашнего интернета И ТВ Билайн Просто удобно для тебя Сочи Эмеретинский Место привычной жизни Успешных людей 8 800 770 08 78 Подробнее на сайте Эмеретинка.ру Мы не боимся Активного прессинга Нам не важно Играет ли противник В большинстве Мы ведем свою игру В нашем составе Настоящие звезды А значит преимущества На нашей стороне Только в мае Оцените звездные преимущества На автомобиле Мерседес-Бенц Подробности в салоне Официального дилера Мерседес-Бенц Звезда столицы Коширка 495 974 2223 974 2223 Мерседес-Бенц The best or nothing Телефон рекламной службы Sport FM 620 46 64 Код Москвы 495 Что делать, если Если я чувствую себя разбитым После тренировок Инновационный центр Олимпийского комитета Рекомендует На самом деле Это нормальное ощущение Чувствовать после тренировки Себя усталом Это значит Вы хорошо потренировались Это значит Что тренировка пойдет Вам на пользу В будущем Просто сейчас Вы достигли Некоторых своих пределов И после этого У вас будет Уже момент Когда наступит Адаптация к тренировочным нагрузкам И компенсация Но с другой стороны Это может быть связано с тем Что если вы никогда Не занимались спортом И вдруг резко Начали заниматься И сразу Решили составить себе Очень серьезный Тренировочный план И взвалить на себя Большое количество Физических нагрузок То конечно После недели Таких тренировок Вы будете чувствовать себя Не очень хорошо И конечно Захочется бросить Все занятия Спортом И никогда К этому больше Не возвращаться Поэтому Тренировки должны быть Планированы грамотно Нужно Себя Удерживать О чрезмерных Физических нагрузках Хорошо восстанавливаться Хорошо питаться Очень важно Хорошо высыпаться Много спать И Это поможет Поддерживать себя В хорошем состоянии Несмотря на Регулярные тренировки Ирина Зеленкова Ведущий специалист Инновационного центра ОКР Кандидат Медицинских наук Рекомендации Лучших специалистов Страны В области Профессиональной Подготовки Спортсменов Слушай Канад